Добрый день, дорогие друзья! 8 июня отмечается Всемирный день океана. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию мастер-класс по морям и океанам. Мы с вами сегодня сделаем вот такой чудесный аквариум. И населим его морскими жителями. Для этого нам понадобится 2 пластиковых бутылки. Одна большая, 5-литровая, она будет выполнять у нас роль аквариума. И вот такая зеленая бутылка, она будет у нас выполнять у этого конца примерно шириной 2-3 сантиметра. По всей поверхности мы делаем вот такие надлезни. Это пустоточки наши. Через один. Один оставляем, а один вот так вот выгибаем, чтобы у нас получилась объемная конструкция. Через один. Вот таким образом. Теперь мы берем бутылку нашу большую. И из желтого картона делаем дно для нашего аквариума. Берем бутылку, обводим кружок на картоне и вырезаем вот такой кружок. Мы будем помещать его на дно нашей бутылки. Но пока что мы его достаем. Берем нашу заготовочку и приклеиваем ее к середине кружка. Ровно по центру. Берем клей. Капаем в серединку. И приклеиваем нашу бутылку. Даем им высохнуть. А пока наша конструкция подсыхает, в это время мы подготовим рыбок для нашего аквариума. Из разноцветных, самых ярких цветов мы вырезаем рыбок. Самой простой формы. Но все зависит от вашей фантазии. Можно делать больших, маленьких рыбок. Кругленьких, длинненьких. Самых разных форм и пород. А еще мы на дно нашего аквариума поместим морскую звезду. Еще у нашего аквариума, вы обратили внимание, есть задний фон, задняя стенка. Для этого нам понадобится лист синего картона. Сначала мы берем прямоугольный лист и немного его закругляем. Вот так вот в свободной форме волной вырезаем. Получается у нас вот такой волнистый край. И края сбоку тоже мы немного закругляем. Делаем волнистый. Вот таким образом. Чтобы аквариум у нас получился красивый и яркий, мы к стенке нашего аквариума приклеиваем водоросли. Ну вот я уже заранее подготовила. Можно взять полосочку яркой бумаги, закруглить ее по краям, немножко заострить. Сложить пополам. Это будет серединка наших водорослей. Вот таким образом. И вырезаем вот елочкой ножницы. И немножечко распушаем, чтобы водоросли у нас получились объемные, живые. И сейчас мы будем приклеивать их на нашу форму. наносим немного клея. И в свободном порядке приклеиваем. Все зависит от вашей фантазии, от вашего желания. Как вы расположите их, в какой порядке. В аквариуме обязательно должен быть кислород для того, чтобы рыбки наши дышали кислородом. С помощью дырокола мы можем изготовить маленькие такие пузырьки воздуха, кислорода. И аккуратненько нанести капельки клея на нашу стенку. Вот таким образом. И аккуратно приклеиваем шарики кислородом. Кислорода. Можно и бледно-голубые, чтобы у нас была такая живая картина. смысл. Симп Burjami. И сантимирование. Ну, конечно, надо поселить в наше аквариуме. Можно нарисовать рыбке глазки с помощью фломастера или маркера, а можно взять готовые глазки, они продаются и приклеить. Вот такая рыбка у нас получилась. Помещаем ее на заднюю стенку аквариума, вот таким образом. Вы можете расположить здесь несколько рыбок, а сейчас мы помещаем стенку аквариума в наш аквариум. Уже подсохло наше основание и сейчас мы переходим к нему. На водорослях у нас тоже будут располагаться рыбки. Приклеиваем новые глазки, чтобы они были живые и настоящие. И рыбок мы можем приклеить с помощью двустороннего скотча. На обратную сторону приклеиваем небольшой кусочек скотча. Вот таким образом. потом снимаем защитную пленочку. И приклеиваем нашу рыбку к водоросля. За счет этого аквариум у нас получится объемным и живым. Еще одну рыбку поселяем. Таким образом. И не забываем про наш аквариум. песчаное дно. Его тоже нужно украсить. Мы поместим сюда морскую звезду. Для того, чтобы она получилась не плоская, а объемная, мы возьмем кусочек пенопласта. Приклеим его на дно. И приклеим нашу морскую звезду. Наверняка у вас дома есть ракушки, привезенные с моря. Вы также можете украсить песчаное дно ракушками, камушками. А если нет ракушек или камушков, можно их вырезать из цветной бумаги. Из небольших кусочков цветной бумаги вырезаем овальные камушки и приклеиваем их к дну нашего аквариума. Вот таким образом. И помещаем дно нашего аквариума в бутылку. А вот аквариум наш уже почти готов. И еще мы можем поместить рыбок не только на стенки нашего аквариума и на водоросли, но и на внешнюю сторону. вырезаем еще одну рыбку из цветной бумаги. Чем ярче и разнообразнее будут рыбки, тем красивее получится наш аквариум. и с помощью скотча приклеиваем. И с помощью скотча приклеиваем. И с помощью скотча приклеиваем. Продолжение следует... Убираем защитный слой скотча и приклеиваем нашу скотчу, стенку оплавленную. Ну что ж, я думаю, это не сложно и по силам каждому. Путешествуйте по морям и океанам и читайте книги о море и о морских приключениях. Желаю вам удачи. До новых встреч.